Депутат из Петергофа 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 Я вижу, что это, конечно, сортовая елка. Может быть, мы посадим не такую сортовую, но, тем не менее, выглядеть она будет гораздо приличнее. Я попробую согласовать с муниципалами посадку. Но она засохнет, если ее не поливать. Если они не будут поливать, вот как нам полив-то организовать? Елку-то посадить не проблема. А как поливать будем? Полив? Ну, я думаю, если удалось уговорить подростков не сломать, эту елку, и она здесь почти уже год стоит. Вот в августе, по-моему, где-то в сентябре будет год. Ну, многие живут вот в этом доме, в соседнем. Я сам вот через дом живу. По крайней мере, раз в неделю, в выходные, я думаю, мы что-то придумать сможем. Значит, сменяй елка, сменяй ель и согласование с муниципалами. А если сделать, попробовать некую акцию, посадить елку вместе с детьми и передать на обслуживание эту елку? Ну, это как бы. Ну, такое. Я считаю, что лучше согласовывать. Каких-нибудь хулиганов найдете, чтобы по полезным делам заделись? Так, урны на площадке, это я сделаю запрос, елка решили. Пошли дальше. И вот по-хорошему бы вот этот поликарбонат, я не знаю, что такое можно более долговечное, но просто видите, это рассадник бактерий. Обслуживание. Там достаточно большая сумма. Никто не просил из жителей предоставить отчет. Депутаты просят предоставить. Депутатов даже игнорируют. Есть такой опыт переписки. Я расскажу, как это происходит. Значит, запрашиваешь по конкретному объекту, тебя отправляют на контракт общий с сайт госзакупок. Смотрите, когда контракт там опубликован, мы не обязаны никакую информацию больше предоставлять. Персональные данные, секретные. Ну и со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Обратите внимание, Александр, видите тут? Вот я говорю, первые плоды уже есть. Вот тут покрасили. Тут покрасили, тут убирают. Просто приятно посмотреть. Вот немножко, правда, они это, наверное, подрассчитали. Да, по времени провалили, конечно. Да, могли это вчера. А может, наоборот, видимость, что вот каждый день такое ходит. Ну, видно, что грязь здесь вот эта вот годами скапливается. Следующую пятилетку, последующую пятилетку, даже уже сколько осталось до выборов муниципальных? Три года. Три года, я думаю, за это время силу подкопите, возьмете власть, и наведете порядок. Сделаете порядок, и Wi-Fi будет. Даже запасного города. Ну, вот смотрите камеру. Насколько я понял, работает только одна, и она ничего не пишет. Вот здесь постоянно после дождя сутки лужа. Вот отсюда и до туда. Видите, вот тропка протоптанная полностью до конца. Это вот из-за этой лужи. Они делают гребень из асфальта, мешающий проходить в воде. Вот если подойти, их там уже два или три. Вот эта канализация там, в принципе, была не обозначена. Похоже, этот люк в свое время потеряли, действительно. А до этого вы обращались, и вам что-то делали. Просто не так, как положено. Здесь вот как раз прямо за этими окнами, вот два, они поэтому и затонированы, чтобы не было видно, что здесь стоят крепкие спиртные напитки. Вот здесь вот школа. По сути, у нас культуры распития в принципе никакой нет. Люди покупают это здесь, распивают даже вот на этих окнах, распивают, вот, не знаю, вот какие-то граждане сидят. Может, как раз это прямо сейчас и происходит. Обращались? Да, я пытался, на комитете мне не дали выступить. Кажется, есть депутаты муниципального образования Петергоф заинтересованные в том, чтобы это расстояние было увеличено, например, до 50 метров. Совершенно очевидно, что вблизи школы никаких алкогольных напитков не может продаваться. Поэтому, пожалуйста, депутат муниципального совета Сергей Толокнов, выступите с инициативой к первому сентября, к открытию, значит, школ, чтобы муниципальный совет установил новое расстояние, более-более большое. Так, Александр, тогда, значит, пользуясь случаем, я хочу сказать, что вот эти решения должны быть всегда обоснованы. Обоснованность Стрельна-Ломоносов 50 метров, Петербург 30 метров. Я тогда прошу, тогда вот обоснование кратенькое на мой адрес напишите, пожалуйста, и мы это вынесем к 1 сентябрю на ближайшем совете, вопрос поставим этот. Ладно? 50 метров минимум.